Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, вот и мы приближаемся к концу игры Золотогорье 2 Но, в прошлой части, в конце прошлой части, когда я был уже готов уничтожить мировое зло я понял, что не уверен на 100% готов ли я к этому Поэтому, я воплощу в жизнь свое желание добраться до Золотогорье порешать там парочку квестов, повысить уровень и, в итоге, укрепиться в своих возможностях Вообще, у меня желание Так, я опять стрелы на меня надел, да? Ну, конечно, конечно Я хочу прокачать тактику все-таки до 15 пунктов И это даст мне очень большое преимущество вообще в боях с врагами Вот Кстати, я вот еще хотел заметить если не заметил в прошлой части, что лучшие встречи для набора очков это встречи вот с этими бычарами но там еще иногда встречаются смеи и тараканы Вот То есть это как минимум 500 очков опыта Ну, там, минус копейки Поэтому, если хочется быстро и безболезненно набрать много очков опыта чтобы в кратчайшие строки прокачаться лучших противников вам не найти Они не очень сильные Они легко убиваются В них находит всегда какая-никакая денюжка вот для обеспечения безбедной старости Ну и собственно опыт опыт опыта они дает Будь здоров Эх Опыта мне еще много набираться до следующего уровня Вот, кстати, я хотел посмотреть сколько мне еще тактики набираться Ну, здравствуйте Здравствуйте, друзья Мы снова с вами встретились Тактику мне нужно прокачивать для того, чтобы все-таки пять ударов у меня было за один ход, а не четыре После владения луком мне как-то четыре удара маловато Ну, хотя урон, да, не сопоставим с луком Тут натыкался на... Ну, это не то, что прохождение парень записал, короче, концовку Золотогоря 2 Золотогоря 2 и у него там я обратил внимание если не соврать могу ошибиться на пару пунктов ну, короче, 220 пунктов здоровья вот и тактика прокачена до пятнадцати вот ну, правда у него был меч но тем не менее вот он, видимо, так нехило времени потратил на прокачку персонажа вот кстати на втором месте а может даже вот первое делит место с луком знаете что? какое оружие? топор? нет, не топор меч вообще нет это, мои дорогие друзья рукопашный бой это просто ваши кулаки самый большой плюс рукопашного боя в том что не тратится много очков действия на значит удар а силу удара можно прокачать ого-го как ну, и вы сами понимаете да много ударов за один ход вот большой урон идеально никакое оружие с кулачным боем сравниться не может а чё это я тебя не убил что ли? да, видимо я его не убил я об этом вспомнил только сейчас о, сундучок да а, кстати, можно же вообще баловаться всеми этими штучками, которые временно улучшают вовкость, прибавляют силы там, тактику и все прочее в этом плане бананы, по-моему, кстати самые зашибенные фрукты фрукты так вот если кто из вас после этого прохождения, но если он уже не играет захочет поиграть в тагорье очень рекомендую взять в самом начале рукопашный бой вот вот я единственное не помню можно ли при рукопашном бое использовать щит по-моему можно и это еще один большой плюс не главный, но плюс ну, сами понимаете щит прибавляет что? правильно класс брони вот так вот так вот я сейчас нахарка я что-то, по-моему, давно уже не ну, да можно закупить а заодно можно закупить всяких зелий, которые дают преимущество так мудрость ловкость ну-кася выкуси сила плюс один интеллект плюс один но это все временная хуйня ловкость минус 3 сила плюс 3 нет это нам не подходит скорость восстановления здоровья интеллект плюс 3 действия ходов 60 это именно ходов или чего? или чего-то другого удача плюс 3 максимальное количество плюс 10 ну, неплохо но не настолько неплохо, что платить за это 5 тысяч так 1440 ловкость а что так дорого? телосложение плюс 1 внимание это жидкость навсегда изменит вас, улучшив сложение и ухудшив восприятие теперь вас сложнее убить, но к вам легче подкратиться сзади очень ну, внимание, я бы не променял это сложение, если честно, я его лучше так прокачаю ловкость ловкость плюс 1 мудрость минус 1 а что, можно, если это навсегда этот напиток навсегда увеличивает вашу ловкость за счет мудрости нормально, если бы можно было, я бы и вообще бесконечно пил, потому что я рэпер рэпер не может быть мудрым по определению и какая разница мудрость у меня там, плюс 1 и будет, или минус 1 на какое-то время сильнее вот мне интересно, действие ходов 1440 1440 ходов это действительно, я вот сходил, нажал пробел и это считается вот 1, да? и так можно 1440 раз, или как? ну, я 1 возьму, да? так, мне надо не забыть то, ради чего я пришел ну-ка, а малина что дает? ловкость плюс 1 временно я козленка не буду лучше продавать, то опять пригодится, блин так, зачем я вообще сюда пришел? можно вот этого взять вот 7 скажем и десяток вот этого вот и пол зарплаты нету, да? так, ну че, сохранимся так, смотрим опа 49 зашибись 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 отлично что тут скажешь топаем врагород кстати, я вот про эти зелья, честно говоря, к стыду моему не знал, я ими не пользовался в те далекие времена, когда проходил Златогорье по прохождению о, с одного удара вылетим, смотри как и этого с одного удара вылетим какой я молодец, а сам себя не похвалишь везде как облеванный ходишь да куда ты опять пошел? нормально эх, старая добрая старая добрая Златогорьев которым у врагов уровень здоровья не больше 60 пунктов интересно, хлеб че дает? телосложение плюс 1 норм можно нажраться всего этого перед битвой скажем с каким-нибудь таким боссом нехеровым и будет счастье по идее так так, тут у меня есть незаконченный квест опять связаны с убийствами ну-ка короче, вот я убью ну-ка, если я его убью так, стоп, это кто у нас? а, во имя Просвятая Златогорье ну, конечно, я Златогорец поэтому я убью Гафара послушай, Младок попросил меня найти тебя и убить за то, что ты распространяешь лживые сведения так тебя нанял Младок, я убью тебя я боюсь, ты меня не убьешь ничего у тебя не выйдет не где-то сколько там bike 丁 Нужно много здоровья качать, потому что после того, как я вернусь в Джунтхан и засуну сферу в эту, как ее там, дырку, я побуду напрямиком в ад, нахуй. К Драхшу, а рядом с Драхшу бегают такие мерзкие сучки. Которые очень больно бьют, поэтому здоровья нужно много. Ну как, ты выполнил наше задание, брат? Да, я сделал все как надо. От имени всех сознательных златогорцев выражаю тебе благодарность. Родина не забудет тебя, всего тебе самого лучшего. Пока счастливую помочь делу. 250. Так, может еще тут что-то есть интересного. Запертая дверь. Капитан Виткович. Опа. О, еще одна бутылочка здоровья. Интересно, а что будет, если у меня мудрость уже в минус уйдет? Оп. Ес, 50. Ага, навыки у меня, смотрите, уменьшились уже 5%. Мудрость, по-моему, влияет на интеллект. Могу ошибаться. Да, мой друг, чего ты хотел? Наверное, ты хотел послушать рассказы о моих плаваниях. А ты врать не будешь? Я никогда не вру, могу лишь немного приукрасить. Ну что, будешь слушать? Ну давай, рассказывай. Так вот, однажды мы плыли по Восточному морю, как вдруг хлобысь, откуда ни возьмись, выныривает огромная рыбина и прогладывает все наше судно целиком. Ну, представляешь? Все, 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 дальше не надо. Ух ты, представляю, что было дальше? А дальше наш боссман, жирный башмак, залез на мачту и принялся всем своим весом ее раскачивать. Мы как раз проходили горло рыбины. Мачта своим концом расщикотала ей слизистую, и тогда она хлобысть нас отрыгнула. Это ты представляешь? Обалдеть, а что дальше? И все, вот так и спаслись. Только мыться потом пришлось целую неделю. Спасибо за рассказ, мне надо идти. Да, уж, моряк. Как мне все это надоело. Что надоело? Атмосфера. В воздухе ира города пахнет гарью. Да, что-то не замечал, но тут не виднее. А у меня шурскарная, кстати, 48. Где же я ее так подзасрал, интересно? Непонятно. Вот еще один квест, кстати, есть. Вот так, чтобы время убить. А, я хотел посмотреть, сколько у меня осталось. Сколько у меня осталось. Да. Тактику я, наверное, не докачаю до 15. Много времени уйдет на это. Приветствую тебя, молодой человек. Ты выглядишь подходяще. Польщен. Что еще скажешь? Наклонись ко мне и слушай внимательно. Несколько сот лет назад на месте ира города была деревня под названием Славенко. Темное войско Драхшу стерло эту деревню с лица земли. Но перед нападением староста деревни, он был ведуном, спрятал все ценное, что было в деревне в глубоком погребе своего дома. О, Славенко, это, кстати, там родился, якобы родился главный герой первого Золотогория, помните? Интересно, а какие сокровища он спрятал? Там было пара тысяч монет, несколько драгоценных камней и небольшая книжица, в которую написал летопись тех времен. Если ты найдешь этот клад, ты принеси эту книжицу мне, а остальное можешь взять себе. По рукам? По рукам. Скажи мне, где теперь находится этот подвал, и я принесу тебе то, что ты хочешь. Он должен быть где-то в Марвейском квартале. Сам я пойти туда не могу, но надеюсь, ты сумеешь найти эти сокровища. Я буду ждать тебя здесь. Хорошо, я вернусь. А я там был, кстати, и книжица у меня есть. Ну как, что-нибудь нашел? Да, я нашел клад, вот тебе твоя книжица. О, так-так, берет книжицу и рассматривает ее. Ну-ка. Ага, ясно, да. Не знаю, плакать мне или смеяться. Хе-хе, любитель подвал. Что там? Здесь нет летописи. Здесь записан рецепт приготовления философского камня. Вот послушай. Подогрейте красного льва, пока он не выделит жидкое серебро. Потом остудите получившегося льва без серебра до тех пор, пока зеленая луна не перекроется оранжевой девой и не вступит в стадию смерти. Подожди, что все это значит? Что такое философский камень? Это старые алхимические названия элементов. Чтобы приготовить философский камень, тебе нужно достать ртуть, свинец, железо, драгоценный камень и немного золота. Философский камень это вещество, которое превращает свинец в золото. Мечта всех алхимиков. Ого, может попробуем приготовить? Ну, я могу попробовать это сделать, но тебе придется достать необходимые материалы. А именно ртуть, железо и драгоценный камень. Все остальное у меня уже есть. Принеси мне все это и мы посмотрим, насколько рецепт правдив. Договорились, я скоро приду. Что-то у меня было, между прочим. А вот и нифига, я все продал опять. Ого, это что-то новое, кстати. Ну-ка. Причем, вывалил стану не где-нибудь, а в золото-куре. 56, 84, 47. Однозначно лучше. По телосложению плюс 2. Внимание, плюс 2. Это значит, что у меня очки действия уменьшатся, да? Эхе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Жалко, конечно. Жалко. Хоть стрелу у тебя куплю дай. Огось. А, у меня ж такое же, что я глаза-то раскрыл. Да, 181 у меня стал. Нехило, нехило. Да, очки действия снова 48. М-да. Класс брони тоже должен был увеличиться до 11. А было, было я не помню сколько. Ну, вроде бы не 11. Рассеянный матрос. Судя по его названию, это какой-то квест. Где же она? Куда она могла подеваться? Что ищешь? Свою подзорную трубу. Завтра наш корабль отходит в Мармарис, и я принимаю вахту в Вороньем гнезде. Если я вовремя не замечу мели и скалы, то мы все погибнем. А свою подзорную трубу я где-то потерял. О, боги, мы все умрем из-за меня. Хм, ты можешь примерно сказать, где ты мог ее потерять? Даже примерно не могу. Если бы мог, я уже давно бы ее нашел. Что же мне делать? Ладно, если я наткнусь на подзорную трубу, то принесу ее тебе. Тогда ты меня спасешь. Еще увидимся пока. Ну что ж, это значит, что король помоек Витя АК-47 с нового дела. Наверняка труба где-то здесь. А может она вообще у меня? Потому что я вроде бы все помойки обшарил в свое время в Рогороде. Кстати, я забыл, знаете, что? Можно вот так вот сделать. Вот так вот. Вот. Нет. Хлеб что там делает? А, вот так вот. А мне вот это вот зачем? Зачем? Не зачем. А, я искал подзорную трубу. Чего это я вышел? Нет. Подзорной трубы у меня нет. Значит, я до нее не добрался. Значит, не все помойки оказались. Так, здесь я уже пошарился. О, терминадр, кстати, входит. Помните, мы его оставили здесь в свое время? Да, вот эта вот коробочка, по-моему. В ней я не шарился. Так. Ну, здесь я, по-моему, уже был. Надо зайти в морвийский и златогорский квартал, мне кажется. Вот, сундучок. Так, тут я тоже побывал. Здесь мы упили цветану. Надо же, я все помню. Подозрительный страшник. Привет, парень. Давно в нашем городе. Можно попросить тебя о предложении? Конечно. Чем я могу помочь? Мне надо передать послание капитану, судно которого сейчас стоит в вырослом порту. Его зовут Виткович. Он мой старый друг. Мы познакомились с Марвией. Я попросил бы об этом своего друга, но он не мой. Другу? А где он с ним познакомился? Марви. Это было очень давно. Так и быть, я передам послание. Хорошо, пока. Так, по дороге все-таки я пошарюсь еще. А может и не пошарюсь, потому что что-то больше я ничего не вижу. Так, сейчас выполним этот квест. И двинемся... Так. У меня к тебе послание от твоего друга. Вот, держи. От какого друга? Ну-ка. Он берет письмо и читает его. Так-так. А как выглядел мой друг? Ну, я встретил здесь, неподалеку. Такой большой крепкий страшник с двуручным мечом и блестящим панцирем. Дело в том, что у меня никогда не было такого друга. Хотя вообще-то другу Зей навалом. А что в письме? Там угроза. Они пишут, что если я не принесу 4000 монет в указанное место, то через 3 дня они сожгут мой корабль вместе с грузом. Если хочешь, я там тебе необходимую сумму. Мне сегодня как раз повезло в Орлянку. Спасибо тебе огромное. Я буду вечным долгу перед тобой. Когда будешь в Марве, найди меня, я подарю тебе небольшой подарок. От Марве. Нет, что-то тут не то. Что-то тут не то, потому что... Вот если бы у меня была нормальная разговорчивость, то я бы предложил не идти на поводу у вымогателей, а убить их. Я бы их убил. Так, ну да бог с ним. Нам надо найти трубу. Нет, здесь я уже был, это точно. А где ж я не был-то тогда? Да. Ух ты ж, ёш ты. Мудрость плюс один это неинтересно. Сила плюс три. Можно, кстати, взять. Остальное не очень интересно. Ого. Так, это точно берем. Хм, тоже можно взять, попробовать так, поэкспериментировать. Нет, это неинтересно. Мм, это тоже я брать не буду. Труба-то где? Нет. Так, камень есть. Это один из ингредиентов для философского камня. Был такой фильм «Витя АК-47» и «Философский камень». Или это был «Дарри Поттера». Не помню. Так, здесь я ничего не нашел. Значит, двигаемся в «Марвийский квартал». Здесь ничего нет. И здесь ничего нет. И здесь ничего нет. Я уже думаю, может, он ее вообще в другом городе потерял. Вино. Морковка. О, морковка это хорошо, кстати. Внимание, плюс один, без побочных эффектов. Так, ну это последний, по-моему, вариант. Бочонок. Ну и здесь подзорные трубы. Нет. В доке. Ну я прям в растерянности. Ой, да и ладно, хрен с этой трубой. Что мы за нее бегать сейчас будем, чтобы получить 50 опыта. Так. Так. В Марвию. Кстати, я знаю, где искать потом этого капитана, которому мы должны подарок получить. В Мармарисе. В Мармарисе тоже портовый город. Кстати, я тут подумал, вот сейчас мне бы не забыть. Когда сейчас закончим битву, одну вещь, которую надо проверить. Рак город, это портовый город. Вот там были корабли. И что, они вот ходят всего лишь по реке? Ну получается так. Или это река, да? Явно не море. Река эта начинается от одной горы и заканчивается на другой. Кстати, вот смотрите, очень много неоткрытых мест. Например, дорога вот эта куда-то уходит непонятно куда. Или я там не знаю, вот здесь. Она, возможно, к шелковой монахаритуру ведет, но может быть и нет. А, твою мать, я забыл подобрать вещи с мертвецов. Ну ладно, это не первые, не последние мертвецы в моей жизни. И чё? Бродячая знахарка. Нафиг ты мне нужна. О, габули. Привет, габули. Нормально так. Габули убиваются, да? Габули. Нормально так. И я в чём? Влию. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну чтобы убить время, заработать опыт и получить подарок, отправимся в Мармарис за подарком от капитана. Не делайте вид, что бой закончен, ребята. Бой не закончен. Да, кстати, у того парня, про которого я рассказывал, который концовку-то проходил и записывал на ютюбе все это дело, у него еще и вот эта вот шкала была полная. То есть было 60 пунктов. Было 60 пунктов, 15 прокачанная, блин, как она называется, тактика. Тактичность, чуть не сказал. Тактичность. Вот. И он все стрелял и стрелял, в смысле бил и бил, у него меч был, он стрелять не мог. Вот. И все стрелял, 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 стрелял. Стрелял, 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 так вы знаете, по соточке отнимая у Чернобога. Вот. А потом... Он ухакошил его смертельным ударом. О, еще один, что ли? Ну, это же просто праздник какой-то. О, еще один, что ли? Кстати, вот можно было бы. О, мои любимые поставщики опыта. Ни разу не попал. Ах ты, ка сих пор. Тьфу, язва тебе. Опаньки, я до нового опыта. 21 очко осталось. Между прочим, там мне не хватило, не хватило одного какого-нибудь быка или таракашки, чтобы получить новый опыт. Ну, сейчас получу. Нет, не хочу имя. Не хочу. Так, в доке пойдем сразу к этому самому. К капитану. Ну что, где тут батькович-то? Неужели я ошибся? Ну, видимо, ошибся. Так, тогда мне надо походить, поубивать. А потом двигать джултхан. Отлично, отлично. Ну-ка, давайте, становитесь, дети, в круг. Я принес вам клевые штук. Вот тебе и уровень. Все, я пошел. Так, до джултхана доходим. Прокачиваемся. Ну, пусть будет сила, бог с ней. Так, а если я атлетизм качну, ну-ка. Что, ничего не поменяется, что ли? 77,63. А было? Ну, охренеть. Так, а если я качну? Мне кажется, атлетизм надо качать, потому что... А еще лучше, знаете что, мы пока оставим это делать все. Возможно, сейчас нам будет много опыта, и мы получим еще один уровень, тогда... Тогда будет понятнее, что качать. Ой, стрелы-то на исходе. Мои синие стрелы. Офи��-то на исходе. Офио. Получай. Синяя. Офио. Так, не там немножко сохранился, ну да ладно, ну что, попробуем? Алтарь заиграл цветами и красками, послышался пронзительный звук и низкое гудение. Вас охватило почти невыносимое ощущение священного ужаса, а глаза залило слепительный свет. Вскоре вы почувствовали присутствие рядом с собой сверхъестественного существа. Кто посмел побеспокоить великих светлых богов? Я бы в начале разговора со светлым богом не стал произносить фразу, которую произнес Витя. А эта фраза следующая. Меня зовут Витя К-47. После этого разговор был бы резко закончен. Ну да ладно. Верховный жрец Катар послал меня на поиски кого-нибудь, кто сможет объяснить происходящее в мире изменение. Да. Катар прав. Мы действительно перестали присматривать за Златогорьем. Отчасти это произошло из-за того, что большинство жителей забыло о поклонении нам. Но самая важная причина кроется в другом. Когда Чернобога завалило льдами, мы доложили магические путы на его материальное тело. Но пришло время, и одна из альберок по имени Алана забралась далеко на север и разорвала эти путы. После этого разум Чернобога объединился с его телом, и теперь все наши усилия направлены на то, чтобы сдерживать его агрессию. Понятно. А где он теперь? В НАВе? Он подчинил себе почти все гордое племя Севера, сделав из них безжалостных убийц и слепых исполнителей его черной воли. Теперь речь идет не только о помощи Златогорью, но о спасении всего мира. Тебе надо будет отправиться в Альберию, скале, в которой был погребен Чернобог, и уничтожить зло. Все светлые боги надеются на тебя. А почему вы думаете, что я смогу это сделать? Потому что ты потомок Велимира и Велены, которые так сильно помогли нам однажды. Именно я, Белобог, послал Катару видение во сне с приказом послать тебя в это путешествие. И теперь ты должен закончить свое задание. Пока что ты нас не подводил. Хорошо, я исполню вашу волю. Невидимые силы подхватывают вас, и через мгновение вы теряете сознание. Папапам! Вот тебе и раз. Попали мы в какую-то опять жопу мира. Ну, привыкать ли мне, спросите вы? Нет, мне не привыкать. Проверим свои силы. Вот это я зря, кстати, сделал, сохранился вот так. Теперь назад пути точно нет. Посмотрим, сколько сильны они в бою. Кстати, заодно можно проверить другие стрелы. Вот я сейчас режущими стрелами бьюсь, а мы попробуем, например, дробящие. Ой, это не стрелы, а болты, прошу прощения. Да. Дробящие болты не так сильно бьют, как режущие. Это мы выяснили. Хорошо. Что у нас с режущими? Ой, а те, синее не режущие, это колючие. Ну, режущие тоже как-то не на первом месте. Да, взял так и половинку-то здоровья. Уган дошил меня. Нет, пока всех здесь не убью, не успокоюсь. Но. Ой, это что за хрень? Неплохо. Молчун. В этом изнеможденном и замученном человеке вы знаете лучшего следопыта храма великих героев Молчуна. Он испуганно смотрит на вас кровоточащими глазами, в которых отчетливо мелькает тень безумия. Молчун. Небольшая тень пробегает по лицу человека, он издает несколько нечленораздельных звуков, потом Молчун широко открывает рот, и вы видите, что у него оторван и отрезан язык. После этого человек начинает рыдать. Да, я бы тоже рыдал. Так, знаете что, мы наверное все плохие стрелы используем на пешках, а на закуску мы оставим... Опа, нормально. На закуску мы оставим... В смысле на главное блюдо я хотел сказать. Хорошие стрелы, то бишь синие. Так, ну что, попробуем свои силы в борьбе с крылатым демоном. Так, тихо, ну-ка, сохранись. Да, не так страшен демон, как он нарисован. Ну вот и все. Может это будет самонадеянно и преждевременно, но мне кажется я прокачался. Но если не идеально, то достаточно хорошо для финальной битвы. По крайней мере, мне кажется это при борьбе вот с этими гаденышами. Всех поубиваю. Всех положу. Вечный вор. А, я же его пил. Я же его пил. Так, я его еще раз выпью. Потому что вот сейчас мне разговорчивость, ну вот совсем ничего. И мудрость, соответственно, тоже. Тек, 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 тек. Где оно? Попробуем. Оп. Есть. Но мне казалось, оно вечно действует. Интересно. О, еще один демон. Подходи, дорогой. Дорогой, дорогой, почему такой худой? Заходи ко мне в кишлак. Будешь толстый, как ишак. Ни один из них меня даже ударить толком не смог. Так, ладно. Отправляемся дальше. А вот и гроб, в котором, видимо, лежал Чернобог. Так, ко мне вот сюда попасть. В эту пыточную. Я сейчас здесь убивать всех буду. Интересно, если я всех переубиваю, то мне дадут новый уровень? Ох, что-то я сомневаюсь. Ну, и смысл тогда мне это все затевать. Стрелы только тратить. Стрел-то у меня достаточно. Конечно, но... Да, шо ж ты не убиваешься-то никак. Мерзкий вояка. Ну, ну, умри. Вот так вот. Так, все это, конечно, забавно. Но. Так, а где зелья-то? Что-то я промотал, что ли? Вот так. И вот так вот. Так, теперь нужно сделать следующее. Затариться зельями здоровья. Вот это все использовать. Сохраниться. И идти экскрементировать. А еще не забыть стрелы надо поменять. Узник, узник. Это все просто узники, безымянные. Единственное, знакомый узник был молчуном. Которого злые приспешники Драхшу сделали молчуном. В полном смысле этого слова. Раньше он, видимо, таким не был. Какая красота, смотрите. Опа. Вот это плохо, что вы подошли вот так вот. У меня бы сейчас одного хотя бы из вас смертельным ударом спалить. Блин. Нет, я не прав. Да, крынь, крынь, дец мой пришел, короче. Промахнись. Сука. Я не помню, когда я в последний раз помирал, кстати, в Златогорье. Так, надо тут что-нибудь такое поинтереснее тактику-то выбрать. Так, ну, во-первых, надо взять нормальные стрелы. Типа колющие болты. Что же я их стрелами называю? Ну-ка, попробуем. Ну, вот эта тактика мне подходит. Я, может, стрел-то и потрачу, но, по крайней мере, зелье здоровья сэкономлю. Опа. С одного удара свалил. Ес, опять же работала. Так, это что за зелье? Сила плюс один, нормально. Интеллект минус один. Контузия называется. Максимально, кажется, здесь... Во, вот это мне подходит. Мудрость плюс три. Нахер надо. Так, теперь еще. Это тыковка нам подходит. О, их даже третий тыковок. Музыка такая, какая спокойная играет. Ты же посмотри, а. Ну, че, повоюем? Я долго ждал твоего прихода. Интересно, что же ты теперь мне скажешь? Ты, наверное, жаждешь моей смерти? Да, я долго шел, чтобы найти тебя. Ты зло, а я защищаю добро и свою страну. Теперь ты должен умереть. Как банально. Ну, что ж, посмотрим, чего стоит этот смертный. Че-то я так посмотрел на него и уже не уверен, что у меня все получится. Но деваться-то некуда. Купаньки. Один готов. Куда пошел, тварь, блин? Так, ес. Ес. Да, тыковка мне очень сильно помогает. Витя, твою мать! Ты че творишь, скотина? Нашел время, блин. Ты смотри, через эту хрень меня бьет. Ес. Так. Так. Так, что-то я не понял. А что бы это значило, то, что я вот ему по 11 отнимаю? Мне это не очень нравится. Это я его так долго буду долбать-то, вы понимаете? Может, стрелы поменять, а? Типа вот, дробящие там. Нет. Нет, дробящие не работают. Ну, давайте... Это еще хуже. Вернемся к старым, добрым, колющим стрелам. Да, это надолго. Сейчас посчитаем, сколько мы в среднем у него отнимаем заход. Сейчас мы отняли 23. Шикарно. Шикарно. Сейчас 24 отнимем. Короче, если кто-то думает сходить попить чай, то самое время. Это долгая история, ребята. Сейчас, по-моему, максимум. Сейчас мы отняли у него, сейчас посчитаю. 18, 28, 38. Вот, вот этого я и ждал 169. Продолжение следует... мне страшно полечусь да а зелев то у меня осталось гулькин хрен я вам скажу хватило бы мне этого не хотелось бы все это по второму разу проходить кстати я говорю что у чувака того помните из видео у него было 220 здоровья у меня сейчас вообще все 235 так заморозка с меня снята мне кажется конец дракшу уже близок правда и близок к исходу мой запас зелий ну и российская как-то но я думаю что давай считаем что upsetting история конец ту другую историю мы тоже прошли это золотогорье два холодные небеса после того как чернобог был уничтожен в горе какой-то там безымянной в альберии что случилось это горой не знаю судя по всему и просто разорвало потому что нашего героя швырнула в ближайшее поселение рядом с кучей пепла и там уже история которая заканчивается не очень хорошо но должно быть продолжение золотогорье два холодные небеса была выпущена в 2003 или 2004 году если не ошибаюсь прошло 11 лет на продолжение так и нет что позволяет говорить о том что все это дело накрылась медным тазом и продолжением нам не видать потому что такие игры с такой графикой такого содержания уже популярностью не пользуются ибо на дворе уже пятнадцатый год вот и людям интересны всякие высокобюджетные трехмерные игры вот а такое говно им не интересно вот это говорю потому не потому что мне такой не нравится потому что это просто пройденный этап в сфере компьютерных игр всем спасибо дорогие друзья за то что посмотрели это продолжение особая благодарность crime city 122 правильно я твой ник произнес по моему правильно вот за то что все таки настоял на том чтобы я это прохождение записал очень я не хотел его записывать но в итоге ты добился своего что еще сказать да наверное сказать больше и нечего вот рад что все таки закончил это прохождение хотя иногда казалось что я его не закончу всем спасибо всем пока